Тему продолжим с директором Видновских парков Григорием Авдеевым. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Максим. Скажите, что лично на вас произвело впечатление на этом конкурсе? Данный конкурс традиционный, ежегодный. Конкурс Моторпарк в Подмосковье. Это всегда новые веяния, новые события, новые мероприятия, новые архитектурные решения. Это соревнования среди сильнейших и лучших Московской области в парковой индустрии. Ну и что же на вас произвело впечатление? Ну, между прочим, понравился сам парк в Ёлочке, где проходил данный фестиваль. С последнего моего посещения там существенные изменения произошли. Поток людей, конечно, тоже меня порадовал, потому что не самые благоприятные погодные условия. Людей, конечно, в парке много. А сам фестиваль – классическое награждение в лице Андрея Юрьевича. Были награждены по трем номинациям. Выиграл в этом году парк Пихорка. Я считаю, что заслуженно. А что же там было такого, чего не было, например, нет в наших парках? Или нет в большинстве? Как я понимаю, победили-то лучшие? Победили действительно лучшие. Сейчас я считаю, что победить может только тот парк, который фактически выстроен с нуля. Это когда на ровном поле появилось определенное парковое пространство. Современное, доступное, безопасное с точки зрения современных малых артитурных форм, с какой-то своей историей, стилистикой. То есть это новые проекты, это новые идеи, новые решения. То есть, иными словами, адаптировать те парки, которые уже есть, под какие-то новые меняющиеся современные условия, на порядок сложнее, нежели создавать парк с нуля и уже в него привносить все, что требуется. Да, конечно, сложнее, потому что чаще всего парки, которые существуют, особенно с советского периода, они находятся в интегрированную саму городскую среду. Соответственно, довольно-таки сложно будет проводить демонтажные, восстановительные, плюс, опять же, везде инженерная прокладка коммуникаций. То есть это на порядок дороже, однозначно, при решении, но и, соответственно, и сложнее. Есть такое определение, как парковые стандарты Московской области. Это целый перечень требований, которые перед нами стоят для того, чтобы их реализовать. Там разнообразное количество решений. И основная задача, соответственно, всем паркам, которые строятся и которые существуют, этим парковым требованиям соответствовать. И первоочередной задачей стоит создание концепции. Это такой иллюстрированный документ, это даже целое исследование, в котором будет отображено, как парк должен выглядеть через какое-то количество времени. То есть это пошаговое исполнение, это очень сложный продукт, это очень сложное исследование. В этом году, мы знаем, уже начались кинопоказы под открытым небом, проходит масса мероприятий на выходных, пятничный вечер, опять же. Как вы видите развитие, то есть пока развитие наших парков идет только в направлении именно активной работы, создания только интерактивных вот этих программ, то есть относительно именно создания арт-объектов, создания наполнения. То есть пока в этом направлении вы не строите планов, или я ошибаюсь? Ну да, то, о чем вы сказали, непосредственно наполнение современными малыми архитектурными формами, наполнением, это все-таки дорогостоящие вещи, мы идем немножко от обратного. На что мы можем себе позволить, то мы начинаем. Соответственно, создание комфортной среды с точки зрения наполнения мероприятиями, это то, что можно сделать сейчас, здесь, привлекая, опять же, нашу современную молодежь, наши какие-то мысли, идеи, давать им самим развиваться, и тем самым развивая парки, чтобы они были более доступны. Вот, мы по этому пути придем. Если в будущем сложится, что у нас будут и финансовые возможности развиваться, соответственно, с полностью заменой мафов и других объектов, будет здорово. Но это то, что возможно будет, а мы думаем о том, что можем сделать сейчас. Ну, несмотря на то, что все-таки наши парки не смогли занять какого-либо места на этом конкурсе, я думаю, что все-таки все жители города Видно и все жители Ленинского района любят наши парки, ходят в наши парки. Мы и наша съемочная группа, собственно, всегда снимаем эти мероприятия, показываем, что мероприятия действительно пользуются популярностью. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы о конкурсе парков беседовали с директором Виднофских парков Григорием Авдеевым. Продолжение следует...